Мне есть с чем сравнивать. Я работал со многими премьер-министрами Республики Молдова и должен сказать, что оперативнее всего мне работал с премьер-министром Владимиром Васильевичем Филатом. Если проанализировать те социально значимые проекты, которые были реализованы на территории автономии за последние три года, то это наглядное подтверждение того, что я говорю. Относительно отправки правительства в отставку. Это все равно, что когда поезд набирает скорость, находится один умник, который стоп-кран срывает и останавливает поезд. Потом этот поезд должен опять набирать ход. И можно сказать, что если сейчас не будет утвержден премьер-министр, это на год Молдова потеряла свои темпы. На один год. И надо еще отметить, что при всех недостатках, а все правительства имеют недостатки, каждый руководитель имеет недостатки, при всем том, что друг на друга много идет негативного материала, Слава Богу, пенсии вовремя выплачиваются. Проекты социальные идут. На дороге деньги выделяются. И надо ценить то небольшое позитивное, что есть. Надо ценить это. Не во всем видеть все плохое. Каждый человек может ошибаться. Где-то может быть Демпартия ошиблась, где-то может быть либерально-демократическая, где-то может быть другая партия, коммунистическая ошиблась. Без ошибок не бывает. Но надо уметь находить общий язык в интересах Республики Молдова. Зачем сейчас нужны внеочередные выборы? Кому они нужны? Какую пользу принесут? Это на один год всех отбросят назад. Пока изберут новый состав парламента. Пока утвердит новый состав правительства. Пока оно разработает программу и начнет работать. Пока пройдет притирка. Один год потерян. Что Молдова такая богатая страна, чтобы каждый день устраивать выборы? Каждый год делать выборы? Я думаю, что политики должны с утра по одному ведру холодной воды вылить себе на голову и сказать, что я ответственный за Молдову. Успокоиться, сесть, найти общее решение и двигаться дальше вперед. Решать вопросы, с которыми сталкиваются люди. Последнее решение по пенсионерам на 15% позитивное решение? Позитивное. А теперь все садитесь и думайте, как сделать так, чтобы на будущий год еще на 15% поднять. Вот это будет позитивная работа. А мы видим только войну, войну, войну компроматов. Никому она не интересна, эта война компроматов. Никому она не интересна.